Тройка Русь Тройка Русь Это самые знаменитые лошади России Мы готовы спорить на что угодно, что вы их уже много раз видели Не узнаете? На протяжении последних десяти лет эта тройка ежедневно пробегает по экранам телевизоров в выпусках новостей Сегодня эти лошади проскачут в программе «Галилео» И мы узнаем, зачем в 21 веке понадобилось запрягать лошадей Тройка возникла в 18 веке В первую очередь, как курьерская и почтовая упряжка Для российских расстояний и суровых зим эта лошадиная формула подошла лучше всего Упряжка оказалась не только практичной, но и нарядной И она быстро стала непременным атрибутом праздников и народных гуляний Это ипподром Петровский в Ярославской области Обычный день Сотрудники готовят дорожку к предстоящим соревнованиям Скоро здесь вновь будет много лошадей и зрителей Но вот только здесь пройдут непривычные бега или скачки А этап чемпионата России по русской тройке Но это будет чуть позже Это Александр Николаевич Панков Мастер-наездник, многократный чемпион России по конному спорту Его специализация – русская тройка А это Александрит Тот самый новостной жеребец, который бежит в центре знаменитой тройки Несмотря на свой почтенный по лошадиным меркам возраст Восемнадцать лет он до сих пор в отличной спортивной форме Александрит, или как его ласково называют наездницы Шурик Чемпион породы орловский рысак Эта порода была выведена графом Орловом Чесменским Специально для езды в упряжке Для чего это понадобилось графу, станет понятно Если взглянуть на разные аллюры лошадей Скаковые лошади скачут галопом Естественным в дикой природе способом А беговые лошади бегут искусственным шагом Быстрой рысью Породы лошадей, которые могут долго и резво бегать рысью Не сбиваясь на галоп Называют рысаками Рысак незаменим при езде в упряжке Он тащит повозку плавно, но при этом быстро И долго не устает Сегодня племенным разведением орловских рысаков Занимаются на первом московском конном заводе Который был сформирован еще в 1924 году Но как понять, какая именно лошадь Подойдет для улучшения породы Выбрать самую сильную и здоровую Помогают соревнования В 1957 году Русская тройка стала самостоятельной спортивной дисциплиной Александрит, прирожденный коренник Так называют лошадь, которую запрягают в центре тройки Коренник должен быть крупнее и выше боковых лошадей На шее у него хомут К которому гужами и крепятся оглобли Между собой оглобли соединены дугой Дуга это чисто русская ноу-хау Она служит амортизатором Заметно снижая тряску экипажа от бегущей лошади В отличие от коренника Престижные лошади запряжены в мягкие шлейки И припрягаются не оглоблями, а окожанными постромками Чтобы бежать свободно В тройке центральная лошадь отвечает за повороты и торможения А боковые только за скорость Поэтому коренником наездник управляет двумя вожжами А для пристежных достаточно и одной Все готово, можно отправляться на тренировку Звон поддушного колокольчика оповестит всех, кто окажется на дороге Вы удивитесь, но этот звук был первой крякалкой То есть спецсигналом на Руси Лучшую коллекцию ямских колокольчиков Сегодня можно увидеть в музее ростовского крякалка И колокольчик давал приоритет проезда И по приказу Петра Первого Вешать их могли только курьерские и почтовые тройки Всем остальным оставалось довольствоваться более тихими бубенцами Вот так звучал спешащий чиновник конца девятнадцатого века Не услышать такую тройку издалека было невозможно Сейчас таким спецсигналам никто дорогу не уступит Тем более на Рублевском шоссе Переедут и заржать не успеешь Тренировка начинается с ровного бега Сейчас тяга всех трех лошадей примерно одинаковая Наездник управляет лишь коренником А послушные пристяжки подстраиваются под лидера Головы пристяжных лошадей развернуты в стороны неспроста Во-первых, это придает упряжке красоту А во-вторых, лошади не обращают внимания друг на друга Это очень важно Увидев рядом с собой бегущего коренника Пристяжка может инстинктивно начать с ним соревноваться И тогда тройка вместо новостей может попасть в катастрофы недели А чтобы коренник, в свою очередь, не замечал лошадей по бокам На глазах у него одеты шоры В определенные дни лошадей тренируют на резвость Тогда тройка мчится во весь мах И здесь уже основную тягу берут на себя пристяжные лошади Они скачут галопом А коренник продолжает бежать рысью наравне с ними Это визитная карточка русской тройки В мире больше нет упряжки В которой лошади бежали бы по-разному А мы вернемся на ипподром Где полным ходом идут приготовления Лошадей привезли заранее И сейчас они отдыхают в конюшне А вот Александру Николаевичу и другим наездникам Совсем не до отдыха На соревнованиях по тройкам Судьи выставляют оценки и за внешний вид упряжки Поэтому лошадей запрягают в парадную сбрую Красиво заплетают им гривы Надевают яркие бинты Александр Николаевич выводит своего коренника Но это не Александрит Для чемпионата России он все же староват Нового коренника зовут Гренадер А вот пристяжки все те же Звезды телеэкрана Короткое затишье и вот соревнования начинаются Тройки выступают по очереди За ними пристально следят судьи Которые оценивают обязательную программу И выставляют баллы более чем по десяти разным позициям Наступает очередь Александра Панкова Выступление начинается с приветствия судей и зрителей Тройка должна 10 секунд простоять ровно Дальше следует набор упражнений Которые демонстрируют управляемость Съезженность Послушание Во время фигурной езды Наездник управляет всеми тремя лошадьми Наездники-помощники Исполняют роль пассажиров Судьи, как в танцах Выставляют оценки за технику и красоту Если пристежные скачут медленным галопом А коренник бежит рысью Начисляются дополнительные баллы Самый зрелищный этап соревнований Резвая езда Аналог драг-рейсинга Только здесь тройки проходят на время Не четверть мили А целую Тысячу шестьсот метров Теперь пристяжки скачут галопом А их вожжи Держат помощники наездника Ведь во время такой гонки Один человек может и не удержать всю тройку Судьи следят за тем Чтобы коренник не скакал галопом Ведь если он проскачет галопом Больше ста пятидесяти метров Тройку снимут с соревнований Но Александру Николаевичу и его тройке Это не грозит Он лихо проходит последний поворот И не давая сопернику обогнать себя Финиширует первым В абсолютном первенстве первое место У тройки В руках Александра Николаевича Панкурова Вот такая она Современная тройка Какая красота Оказывается колокольчик на русской тройке Это был первый в России спецсигнал Друзья, так давайте к нему вернемся Представьте, какая красота Черный Мерседес С колокольчиком Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь Вправо посторонитесь Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь Вправо посторонитесь Дзинь-дзинь-дзинь Красиво И не раздражает Первые несколько минут